привет всем вы на канале позитивный огород сегодня сделал общий ролик и про сад и про огород вот так вот красиво расцветает гелиотроп такие шапки синие цветов где-то поменьше здесь даже поярче и солнышко там светит поэтому он такой немножко тускловат и так они очень яркие счетов куда не начинают распускаться очень такой симпатичный цветок это у нас растет амарант хвостатый вот такой красный водопад правда кисти вот у него как водопад очень нарядно смотрится неприхотливый сейчас еще только конец июля скоро скоро придет вот так он уже цветет а еще впереди целый август очень неприхотливая и красивое растение клеома только начинает распускаться буквально таки вчера еще не было даже ни единого цветочка а вот сегодня только первое распустила цветы такая вот есть розовая там вот на солнышке такая вот как бледная розовая наверно тоже такая вот вот они только начинают свое цветение поэтому будущем конечно будет очень красиво таких как брызги шампанского и также она очень неприхотливая растет наверно как томаты растут так и клеома растет очень быстро отрастает после холодов то есть совершенно неприхотливое растение цинии сейчас в самом наверное своем цвету очень много цветов только-только вот начинает распускаться первые самые которые распустились они очень большие такие вот огромные цветы самые наверно хорошие это вот вот эти вот калифорнийские великаны они такие самые пышные самые крупные у них цветы но почему тут они все практически такие вот оранжевые хотя там была смесь большинство именно оранжевых здесь тоже же цинии разные цветут и желтенькая такая тоже все они вот видите большие таких вот сочных ярких расцветок очень конечно симпатично такие совсем яркие ну вот еще они только начинают распускаться есть такая вот набитая набитая и также они у нас неприхотливы главное посадить их рассадой чтобы они пораньше у нас зацвели и георгин этот желтый георгин очень много у него цветов вообще он выращен из семян попался такой неприхотливый очень красиво цветет долго и много у него ведь ведь таких цветов ярких здесь у нас растут шафраны они немножечко вот так вот в тени так как здесь ранетка ранеток в этом году очень много все буквально таки в ранетках и вот так как они в тени они немножко попозже цветут и вот так эти немножко вытягиваются но все равно цветы очень такие довольно таки крупные и будет свести до самых заморозков здесь опять же таки бархатцы посажена не здесь достаточно густо и вот так вот тоже все буквально таки усыпано цветами неприхотливые они также долго цветут до самых заморозков поэтому будут радовать вас долго-долго и львиный зев только начинать распускаться такой яркий у него цветок не все они сразу распускаются но очень яркие красивые и также неприхотливые сеяли их на рассаду в апреле месяце ну вот где-то они как раз к началу августа будут в самом своем расцвете и вот так вот симпатично выглядит бальзамин только начинает также распускаться эти такие красненькие цветочки сейчас поближе даже покажу был посеян как и все на рассаду и вот так вот сейчас цветет есть такой вот синенький но он еще только распускается что здесь не видно будет особо тоже будет свести очень даже симпатично такие яркие зеленые на солнышке конечно не будет еще более пышно цвести у нас просто не видите растут в тени тоже украшают наш сад астры еще только начинают распускаться пока еще не цветут и в саду у нас еще пчелки стоят поэтому так вот они сейчас несут мед активно летают за взятком с утра и до самого позднего вечера друженицы и картошечка уже свежим и много подкапываем такая картошка растет вот такая вот красненькая картошечка уже наросла нас еще только конец июля скоро будет но такая вот уже красная картошка не знаю какое-то название ну ты его может быть мало конечно в кусту но она такая вот крупненькая вот следующий кустик такая беленькая жужу вот такая вот картошечка в этом году сухо картошка такая чистая но еще и расти до сентября месяца и вот опять такая продолговатая какая-то красная в общем вот такая вот картошечка цветут также и ноготки сами они сеются и вот так вот цветут и расцвел также вот такой вот георгенчик тоже вполне себе симпатичный цветет также и дельфиниум который был посажен семенами феврале месяце и вот так вот он цветет концу июля многолетник неприхотливый также переносит заморозки переносит и возвратные заморозки даже самые сильные поэтому просто красавец дельфиниум ну а это растение просто поражает своей красотой это опять же таки амарант хвостатый красный водопад здесь два растения больших одно поменьше и вот такую колонну целую образовала просто красоты неописуемой и с каждым днем вот эти все хвостики красные и становятся все длиннее и длиннее то есть чем дальше тем он будет еще более красивым неприхотливы переносит даже и эту засуху просто шикарное растение просто не описать его словами тоже здесь такие вот красные хорошие такие длинные такие вот у него можно сказать как цветы наверное здесь затем образуются семена наверно можно будет их собрать все разу так покажу очень красивые клубничка цветет это у нас и иришка и вкус детства и алый огонек есть то есть все различные сорта здесь цветет мелкоплодка я даже могу и покажу ягодки хоть есть вот такие вот ягодки это у нас белоснежка такая вот ягодка белоплодная как кстати даже то есть подходит тем людям у кого есть аллергия на клубнику вот она у нас гипоаллергенная вот такие вот ягодки и вот сейчас она в самом цвету много уже отсвело просто очень много тоже вот ягодки только начинают они спеть наливаться конечно если засуху то нужны поливы но так конечно ягодок много но еще только они начинают наливаться здесь вот такие же беленькие видите ягодки здесь тоже можно заметить везде на каждом кустике есть ягоды там тоже видно что лежат такая вот крупненькая смотрите какая крупнейшая ягодка это белоплодная очень крупная по сравнению с этими красными сортами земляники белоплодная прям гигантская даже сорву покажу какая очень крупная с таким небольшим на и на привкусом все-таки ананаса цветет и иришка смотрите какие крупные ягоды просто шикарные это кустик один цветет розовыми цветами а на вот этом кустике прям такие ягодки просто шикарные эти какая крупная ягода здесь тоже очень много такой-то эти крупненькой ягодки много-много цветоноса вот смотрите вот это у нас один кустик вот этот вот здесь помельче она настолько и просто много смотрите один цветонос тут вот уже следующий цветонос такой вот огроменный здесь вот еще один цветонос то есть она вся буквально таки усыпана цветоносами она у нас ремонтантная и сколько еще будущего цветения у нас еще только конец июля и цветение ответить один-второй то есть просто бы огромное количество будущих цветоносов кто-то уже цветает кто-то еще цветет кто-то зацветает просто замечательная ягодка вот здесь я тоже покажу вам что она крупная не мелочь очень даже на крупненькая это у нас и решка такие вот вполне себе приличные ягодки вот видите есть кустики они цветут такими как бы более пышно но ягодки помельче а есть наоборот очень крупные мало цветоносов но они очень с крупными ягодками будет здесь тоже вот только они начинают завязываться на некоторых кустах потому как они поздно зацвели выращена она вся из семян поэтому они вся в одно время начинает цвести а вот такие вот ягодки о вкус детства алла огонек у них вот такие вот кристику беру такие тоже симпатичные ягодки много цветоносов еще цветет можете заметить все кустики сверху усыпаны с будущими ягодками пока они вот такие маленькие но при своевременных поливах если будет засуха мы их будем поливать и ягодки нальются должны быть просто усыпано вкусной ароматной клубничкой поэтому вырастить клубнику из семян все это реально вот была посеяна в феврале вот сейчас скоро будет конец июля вот такой вот результат я считаю что это вполне себе даже не неплохо очень даже хорошо вот такие вот кустики и главное что она должна перезимовать так это вся клубника земляника зимостойкая и уже на следующий год она очень рано будет отцвести укроем ее нибудь наверное кровным материалом и чтобы не дождаться именно раннего цветения весной и до самой осени она должна плодоносить цветет и кукуруза вот уже такие махалки сверху распустились и сами початки постепенно они завязываются что можно завить 1 2 здесь будет 3 вот такая вот кукурузка тоже очень симпатичная и в это кукуруза она должна быть на попкорн то есть не какая-то сладкая кукуруза именно для попкорна арбузики такие тоже небольшенькие уже лежат арбузик небольшой лежит с той стороны покажу дыни у нас в этом году пережили просто ужасную аномальную июнскую погоду было минус вы не минус плюс 2 всего было ночью поэтому даже наверное минус был поэтому под укрывным под клеенками ели они пережили зиму вот сейчас они только за две недельки теплых июля они отошли и начали цвести дыньки начинают только завязываться бы показать это уже начинали ну вот оно видно что вот цветочек улетел с дынькой и также по всем есть тоже вот на дынька будущее вот она начинает наливаться то есть только она отошла и пошла в цвет после таких ужасных холодов сейчас покажу одну дыньку ножек начала завязываться такая вот это у нас медовая лакомка наверно и вот с другой стороны вот это вот у нас карамельная дыня самая холода вот хоть она завязалась и вот такая вот уже выросла плюс два всего было ночью очень холодно все листья вот стали вот такими вот они сейчас отросли до этого были вот такие вот все листья жухлые вот такие вот только с приходом тепла нато отошла вся грядка укрыта сверху кровным материалом самым тонким чтобы даже хотя бы от росы и вот ты сейчас у нас утром страшная такая мокрая это роса чтобы уберечь листья вот от росы накрываем самым тонким укрытым материалом и арбузики конечно покажу вот он лежит такой арбузик уже условиях сибири как бы это я считаю что неплохой арбузик пускай наливается пеет перчики есть на улице которую нас растут тоже не начинает завязываться такой симпатичный перчик баклажаны тоже в принципе постепенно нарастают у нас багира такая вот грядка с баклажанами и вот такие вот баклажаны багира наливаются и прям симпатичные очень неустойчивые по сравнению со всеми другими как мне кажется и вот так вот нарастают можно их пожарить с чем-то и рагу какой-то приготовить поэтому неприхотливый баклажан вот это у нас баклажан маугли но ответил он еще только-только там что-то это как-то начинает завязываться и по сравнению с багира и он очень сильно запаздывает белоплодные баклажаны также вот они уже мы их срывали не раз такие вот они сейчас пока вот здесь с краю посажен баклажан белая ночь наверно там совсем не цветет вернее он цветет но баклажанов от него вообще не дождаться вот такой вот не знаю что это за баклажан такой попался в общем цветет а плодов нет здесь белоплодные тоже еще ну белоплодные мы собрали считай все поэтому их особо и нету но цвета конечно очень много поэтому будет еще в будущем баклажаны обработаны они фитовермом разы наверно три с периодом 7 дней была обработка фитовермом потому что у нас страшный паутинный клещ был в прошлом году поэтому в этом году решили подстраховаться и баклажаны слава богу не болели ничем помидоры в открытом грунте также растут начинают только завязываться опять же таки холодно было в июне поэтому все поздно все в этом году поздно из-за такого вот не совсем хорошего июня май был очень жаркий а вот июнь наоборот холодина поэтому только начинают они завязываться здесь лучок оксибишен который растет по краю грядки тоже достаточно такой симпатичный крупненькие уже некоторые луковицы начинают укладываться и вот даже на земле видите несмотря на то что были холода вот в самом низу уже есть помидорки здесь вот только завязываются такие вот протолковатые а вот здесь уже такие симпатичные висят у нас сибирь поэтому это очень хорошо что у нас концу июля уже есть вот такие вот зелененькие помидорки значит будет урожай и в открытом грунте свекла растет сама собой мы за ней даже никак особо не ухаживаем пропололи и в принципе про нее можно забыть свекла уже такая достаточно есть мы шибко ее редко не садили потому что она у нас растет сильно крупная если посадить ее редко она очень крупная вырастает поэтому вот это именно к октябрю месяц к уборке она будет самое то на хранение в погреб морковка также растет у нас ее две грядки морковка есть довольно таки крупная вся она в принципе нарастает некоторые где цвела ну морковка опять же таки к октябрю месяцу к уборке она будет самое то здесь у нас растет такой кустик лесной травы тысячелистника очень красивый симпатичный самый ранний горох потихоньку уже отходит и фиолетовый этот горох тоже уже постепенно начинает отходить такие вот у него стручки укажу сейчас конечно горошины какие такие вот крупные у него горошины вся горошинка вот эта набита они не очень и скажу вам сладкие но очень вкусные если говорить о сладком горохе то вот этот горох у нас детские сладки называется у него также очень крупная горошина уже много посрывали поэтому крупные не задерживаются на кусту тоже вот такая вот горошинка полностью набита сладкими горошинами горох очень хороший и тот и тот именно этот фиолетовый горох он очень высокий крупные стручки замечательно растет но сейчас он уже потихонечку начинает отходить ну этот в принципе уже все процвет и сейчас мы только вы срываем затем на на скоро будем собирать может семена или на хранение на зиму бабы также вот видите нарастают обычные бабы совершенно тоже достаточно крупненькие хорошенькие для лета самое то и лучок оксибишен тоже он растет уже потихоньку ведь и начинает немножко полегать наверно перо а может быть и не начинает может даже некоторые все равно отрастают в общем пока вот он в таком вот состоянии луковички очень даже крупненькие для первого раза я считаю первый раз мы его посеяли ты вырастет такой лучок уже очень даже неплохо красный лук ялтинский тоже растет с момента самого последнего ролика смотрите какая луковица стала она буквально таки выползла из земли что как рубленькая прям замечательная луковичка и вот здесь тоже смотрите какая крупненькая прям шикарненько я с той стороны подойду вот она к себе шин а вот на ялтинский красный такая вот хорошая крупная луковица это вот еще даже крупнее главное ее открыть от гости от нее земельку чтобы она вот именно была на поверхности и больше на нее светило солнышко клубничка выращенная из усов растет приживается затем мы пересадим уже именно на постоянное место вот смотрите даже один усик этот не зацвел еще хочет и ягод кидать вот он базилик это у нас фиолетовый базилик надо будет уже скоро собирать нас именно листочки как приправа просто замечательно в супы и различные другие блюда а там вот растет зелененький базилик может быть стоит какой-то наверное заморозить какой-то немножечко и засушить здесь опять же таки лук оксибишин эту березку сорняк мы просто не успеваем ее вырывать ухты вот такой вот лучок в обхвате такая луковица именно эксибишина который был посажен вот так вот редко ялтинский красный тоже здесь очень даже крупный прям даже мы немножко в шоке что и крымский лук растет в сибири смотрите какая луковица очень симпатичная крупная многие пугали что он не будет расти на самом деле на основу такие вот луковички постепенно они нарастают где-то мы уже срывали лучок и эксибишин и ялтинский просто находка для огорода ну конечно если у вас не будет очень такое вот именно для ялтинского нужно немножко сухое все-таки лето когда будет с ошибка сыра наверно он сгниет поэтому здесь уже вопрос о том какой у вас будет сезон именно летний и горошек который был посажен попозже вот он только цветет поэтому советую горох сеять в два этапа то есть у вас отцветет раньше а второй будет дольше цвести практически до самого середины августа то есть к сентябрю у вас будет тоже свежий горошек можно даже еще позже посадить его это был посажен уже в конце мая главное хорошо его прорастить и поливать чтобы сыра чтобы он смог хорошо укорениться ну картошка она уже у нас ведь отцветает такой большой огородик там нас растет сорняк который просто не вывести а сока вроде бы его называют поэтому заполонила просто огород как бы мы ее не рвали какое сегодня красивое небо просто красота лук порей также ответе можете заметить что нарастает показать мне такую хорошую головочку в принципе они все неплохие такие вот уже толстенькие ноги у него выросли 1 следующая принципе тоже уже толстая такая нога в 2 рядочка он посажен и в принципе вот здесь тоже вот на этим толстенький такой считаешь неплохой лук порей который лук порей вдруг если у нас не успеем его убрать или как-то не хватит как бы место он может остаться и в зиму перезимовать и уже на следующий год весной его можно будет также смело употреблять в пищу как раннюю зелень он у нас зимует главное немножко его все-таки прикрыть и тогда он обязательно перезимует ну тут просто вообще крупное лучище поэтому лук порей тоже советую вам посеять капусту постепенно даже позднее ответит это позднее капуста уже у нее такой качан наверное это три бактерия вот она вся у нас ведь и уже какая-то капуста убрана у меня на канале был способ как посадить капусту удобно именно чтобы сэкономить место оставлю ссылку на это видео и капуста вот примерно она сейчас вот такая вот нарастает и позднее и позднее конечно будет попозже брокколи вот там видно что такая вот капустка брокколи зелененькая и здесь бархатцы шафраны вернее тоже такие достаточно симпатичные с краешку цветут и не мешают совершенно вот такая вот капустка брокколи и вот здесь сейчас я покажу смотрите когда мы срезали центральную тут можно сказать вилок капусты вот они пошли дополнительный пошел урожай такие небольшие вот видите головки именно капусты брокколи но это тоже считаю очень даже приятный бонус основном урожая такие вот крупненькие головки и все тоже такой симпатичный кустик шафранчиков эти срываем капусту поэтому капуста у нас есть здесь тоже уже наливается и позднее вот такая вот и вот здесь прям такой качан распушился поздней капусты была она вся обработана также фитовермом именно каких-нибудь гусениц один разочек фитовермом была обработана до этого была также до этого тоже в мае месяце она была обработана после посадки под солнышек цветет а здесь вот капуста июньская вот такая вот она крупничая уже заваливается на одну ногу на эту на свою на бок что завалится прям крупненькая такая капусточка просто замечательная лучок который был посажен на крядке уже постепенно начинает укладываться так вот он сейчас выглядит полегает понемножку зелень вот такой вот лучок может быть он не супер крупный конечно но он еще растет там как ведь он зелененький вот такой вот лучок луковичка ну вот такая вот она тоже потому что нет неплохая здесь опять же таки лук он весь примерно примерно он весь одинаковый полегает наверно к августу уже будет готовиться к уборке некоторые поменьше ведь разные сорта лука поэтому немножко все они разные может быть из-за сезона этого какая-то есть особенность именно этого сезона ну такой вот лук какой-то крупный какой-то помельче но весь очень даже неплохой подсолнух уже поспевает начали птицы его прилетать и долбить такие вот семечки сельдерей корневой тоже растет совсем недавно вышел ролик про корневой сельдерей мне поэтому кому интересно я оставлю ссылку как вырастить именно крупный корневой сельдерей цветет и кинза уже постепенно начинает формироваться вот эти самые семечки кинзы когда они начинают начнут поспевать мы их соберем и вот это практически это основная составляющая всех многих-многих приправ это кинза или как еще и называют как-то еще по-другому и называют но в общем сейчас я не вспомню в общем у нее есть два названия одно кинза еще какое-то одно ну так то на цветет самосейка сама насеялась и зацвела и будет очень много приправа которые к мясу и к другим блюдам пчелки вот как здесь гудят прям любят они кинзу им гудят на ней такие уже хорошенькие прям семечки будет и при выпечке хлеба вот именно наверно бородинского их используют просто во всей этой возможной кулинарии пчелки прям обожают ее с нее собирают нектар и чесноку тоже видите раскрылась это бульбочка совсем скоро уже надо буду выкапывать когда стрелка вот так вот она поднялась ровненько и раскрылась значит чеснок вот-вот будет готов к уборке поэтому всегда оставляйте на своей грядке хотя бы несколько вот таких стрелок чтобы понимать как бы стрелки маячки которые вам подскажут когда осуществлять уборку чеснока тыковки также вот уже такая тыковка выросла кабачок вот здесь вот есть кавильи смотрите кабачок кавильи вырос такой огромный один огромный 2 не успели их убрать просто очень много у него плодов у нас опять плодоносит смотрите просто замечательный кабачок поэтому советую всем кавильи очень примутся один второй третий четвертый здесь большущий такой вырос еще здесь вот растет поэтому замечательный кабачок здесь вот те кабачки которые у нас подверглись заморозку они отросли такие яркие насыщенные наверно тоже кабачки ну конечно кабачки уже лежат такие вот зелененькие кабачки очень даже симпатичные здесь вот тоже кабачки и тыква небольшая тоже есть тыковка и вот так вот красиво цветет она еще наша тыковка вот такая вот еще спряталась под листиком и вот здесь на дорожке такой большой вилок поздней капусты прям распушился разлохматился нравится капусте хорошее такое пространство вот так вот она растет малинку частенько уже собираем там уже она вся щит и пособрана где сухо конечно поменьше но вот еще ягодки остаются еще будет какой-никакой но будет урожай собирали в этом году достаточно много малины я немножко хриплю потому что у меня аллергия что-то зацвело а ранее так просто все усыпано просто так вот она склонилась прям навалилась легла очень много ранее . здесь вот цветет кариопсис смотрите какой он красивый это у нас многолетник также очень неприхотливый это вот и красный цветет кариопсис с такой окоемкой очень симпатичный и вот только набирает бутоны желтый кариопсис поэтому когда же цветет конечно я его покажу так он по краешку грядки растет только набирает бутоны где-то один расцвел сейчас я вам покажу вот такого желтенький смотрите тоже даже очень симпатичный пчелки работают и работают несут и несут прям сегодня очень хорошо несут они мед прям любят вот они эту верхнюю дырку и вылетают ведь и падают прям бах упало вот как они несут прям падают бах как капли меда куда они такие тяжеленькие летят они вот такие вот падучие можно сказать бах бах и упало так вот несут они медок нектар из леса с поляна полянок и яблонька чудная смотрите какие яблочки сибири какие прям очень крупненькие здесь висят яблочки и здесь вот такие вот такие вот яблочки для сибири это очень хорошая яблонька еще раз повторюсь яблонь чудная надо будет про нее конечно рассказать побольше как-нибудь просто буквально таки усыпана на яблочками такие крупненькие они прям даже не ожидали такого размера прям как яблочки натуральные маленькие яблочки очень конечно красиво она смотрится такие прям как на краснодаре на кубай на кубани наверное такие вот замечательные цело поздно самая последняя из всех то вот такие вот крупненькие у родились яблочки воробьишки прям так любят их прям целую стайки прилетают любят так юргу в этом году ее мало прям атакуют ее это у нас обычная ранетка мелкая лесная очень их много но какие они вкусные вот именно когда ударит первый мороз мятные вкусные ранетки я считаю тоже да одну ранетку вполне себе можно такую завести она очень красиво цвела ссылку я оставлю в описании просто шикарно цвела красоты самое то и вкусноты осенней облепиха вот такое огромное дерево облепихи и в этом году буквально таки она усыпана ягодками такие вот ягодки облепихи все ветки таких вот ягодках поспеет она наверное где-то к концу августа начало сентября может быть нынче немножко пораньше так как нынче все раньше в принципе но до самой макушки она усыпана такими прям вся веточка эти в облепихе и сверху все буквально таки набито ягодками надо будет конечно ставить какой-то отпугивающие пугало от сорок любят сорок и облепиху поэтому чтобы что-то шебуршало и отпугивало их юрка как я уже сказал в этом году мало ее ее прям съедают птицы сухо она какая-то совсем никчемненькая поэтому в этом году не год юрги в прошлом году было гораздо лучше прям очень много было юрги вот это вот такой огромный самец облепихи он обязательно необходим чтобы у вас были ягоды облепихи обязательно нужно должен быть самец чтобы он опылял он цветет и опыляет кусты облепихи и тогда очень много будет ягодок как он пышный тоже красивый прям замечательный кустик пчелки вот таким вот потоком прям несут и несут падают на прилетную доску таким вот потоком несут нектар кто-то несет и пергу кто-то нектар в общем все работают все заняты делом и они любят это дело собирать мед и готовится конечно же будут в зиме нужно собирать себе корма на зиму вот здесь вот тоже так красиво цветут подсолнухи просто как солнышке к вот красоте красотища просто неописуемая и кукуруза которая была посажена на землю даже на подверглась опять же таки вот этому заморозку таким вот заборчиком она растет тоже уже начинает выпускать эту самую махалку и початки у нее здесь даже получше образуются чем на грядке такие початки вот это вот кукурузные рыльца их тоже учнение тут их в лекарственных целях используют и вот здесь вот тоже вот такая вот тыковка симпатяшка такие вот красивые шафранчики только распускаются смотрите сколько их покажу конечно с той стороны а вот здесь прям таких крупные какие красавцы весь кустик будет усыпано такими вот прям огромными красивыми шафранами красиво в огороде будет у нас очень такие прям цветочки ну капуста в принципе вот ведь она растет здесь большинство именно поздних капусты такие вот кусты вилки капусты и здесь вот такая вот капустка брокколи шикарная такая вот в этом году капуста брокколи это просто нечто такая красота здесь тоже таких два шикарненьких кустика два в месте были посажены поэтому два вот таких две таких головы и выросла и вот вторая наша ранетка тоже очень много на ней ранее так буквально таки вот так вот нависают усыпано все ранее точками вишню уже всю собрали а вот ранетки конечно это нечто такая вот красотень все буквально таки вот так вот набита ранее точками тяжеленькая это тоже такая веточка красота и до самой макушки все в ранетках вот совсем тоже остатки красной смородинки уже собирали та которая была зеленая а вот еще оставалась теперь она стала красненькая такая смородинка здесь вот такие вот красивые бархатцы просто шикарно они тоже цветут какая красота просто не передать словами там еще острочки есть и вот такие вот амарантики здесь они невысокенькие тоже такие симпатичные еще такие шафраны распускаются и вот здесь у нас тоже малинник уже отходит малина надо вот сейчас обязательно будет ей прищипнуть эту самую макушку покажу наверно даже как ее прищипнуть нужно так брать и макушку держала вот она обязательно прищипывать чтобы надо было крепче куст тогда вот из макушки у нас пойдут вот такие вот пасынки ведь вот один пошел второй пошел они будут более крепкие и устойчивые и петром их ломать не будет весной именно весной и летом поэтому именно для увеличения урожая нужно вот так вот прищипывать макушки ну и обычная елка так вот она растет пушистенькая такая и очень очень симпатичная дельфиниум уже отцветает потом остался уже совсем-совсем крохи у него даже образуются будущие семена такой вот тельфиниум и вот эти синенькие цветочки даже не знаю какое у них название они многолетние самосейки вот они уже тоже совсем-совсем уже цветение подходит к завершению и поспевает крыжовник такой крупненький он уже висит такие темненькие ягодки у него уже смело можно его собирать еще одна ягодка такие вот крупненькие ягодки у крыжовника еще раз разочек вам покажу львиный зев очень красивый поэтому ну вот такой вот обзор и огорода и сада на 25 июля всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого самого наилучшего спасибо спасибо